друзья сегодня я хочу вам рассказать что делать с пармезаном как же с ним поступить у нас есть кусочек пармезана кстати 30 месячной выдержки посмотрите какие у него классные кристаллики лактозы ну что с ним делать естественно его можно колоть для сырной тарелки это самое простое резать его не надо его надо колоть вот мы получаем такие аккуратные кусочки они подойдут для того чтобы их просто есть дальше естественно его можно натирать берем терку натираем его смотрите натерли сейчас посмотрим что у нас получилось у нас получились вот такие кусочки они отлично подойдут когда вы добавляете их какое-нибудь блюдо но но да есть варианты терки которые недоступны простым смертным таким как вы можно сделать только на заводе например вот этот вот тертый пармезан да он очень мелко натерт это прям такие гранулы вот вот посмотрите как они выглядят вот они имя обычно знаете посыпают сверху какое-нибудь блюдо например те же самые макарошки сверху посыпать этим пармезанчиком они такой вот легкий налет белый образует это уже знаете когда они готовы просто вот сверху посыпать но это еще не все у нас есть еще вариант который тоже сложен для простых смертных это вариант когда пармезан делается такими тонкими нарезается тонкими ломтиками да это вариант там стандартный для салатов такой чаще всего используют например в цезаре когда сверху такие слайсы посыпают и даже вот там я помню раньше в макдональдсе был вот такой набор когда тоже давали вот такой нарезанный пармезанчик его сверху прямо из пакетика высыпаешь получаешь удовольствие поэтому смотрите какой есть один сыр пармезан и сколько вариантов его использования использования